привет интернет с вами никита брюнов из дерева продакшн сейчас почти все кому не лень подводят итоги уходящего года и меня тоже не лень я тоже решил подвести итоги уходящего 2019 года поехали принципиально важным событием для меня в уходящем 2019 году стал переход системы ником на систему sony простени в течение года я снимал разные ролики это было и репортажка и клипы и короткометражки и биролы разного жанра разного рода разного хронометража около 50 роликов в совокупности разного качества не всем я доволен простите но я развиваюсь и вы можете видеть это развитие постепенно я совершенствую еще одно принципиально важное событие это запуск моего вот этого вот вот этого вот канала я к этому шел долго мыслями ментально я собирался собирался думал откладывал постоянно постоянно находились какие-то преграды какие-то но но нет света но нет звука но я не знаю как самое сложное сделать первый шаг но но его нужно сделать даже если вы не готовы и лучше всего это сделать тогда когда вы не готовы потому что невозможно быть ко всему готовым на сто процентов всегда есть элемент импровизации но таким образом мы развиваемся поэтому для тех кто хотел бы сделать что-то первый раз я бы хотел сказать не бойтесь идите вперед идите к своей цели будет множество преград множество но но если вы действительно верите что это ваша цель минутка мотивации идите к ней прямо сейчас встаньте идите этот год был непростой и мои красные глаза видите вот эти вот красные глаза вокруг глаз красных влада красный видите вот красные вот они все красные глаза не помнят эти бессонные ночи все это это и даже сейчас у меня уже язык заплетается Уже мозг не соображает, но я хочу записать этот ролик для того, чтобы сказать в первую очередь спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Спасибо моим немногочисленным зрителям, которые следят за моим творчеством, ставят лайки, пишут комментарии. Знаете, сколько комментариев набрало мое последнее видео? Вот сейчас скажу. А под последним видео в инстаграме 2 комментария и 82 просмотра. Спасибо. Но это не важно. Все эти цифры на самом деле, ну как бы важны, но не важны. Для чего я записываю эти ролики? Да, они не самые лучшие, не самые оригинальные, но для меня это рост над самим собой. Я прокачиваю свой скилл как видеооператор, как монтажер, как режиссер, как сценарист, как угодно и так далее и тому подобное. Для меня это рост. Это как станок для танцора. Это как станок для токаря. Это как бритвенный станок. Нет, это не сюда. Но не важно. Я выражаю огромную благодарность всем тем, кто следит за моим творчеством, кто смотрит мои видосики. Стесняется писать комментарии, но смотрит. Это ты, да. Я знаю, что это ты. Спасибо вам. Когда вы отправляете что-то в интернет, это серьезный шаг. Это испытание, потому что как положительный фидбэк может прилететь и негатив. И хейтеров достаточно. И нужно быть к этому готовым. Я к этому не готов. Поэтому, пожалуйста, не пишите всякие гадости. Метафоры из соцсети. Не делает ошибок тот, кто ничего не делает. Рост возможен только тогда, когда вы падаете, спотыкаетесь. У вас что-то не получается, но вы идете. Вы идете. И совершенствуете сами себя. И мой канал тому подтверждение. Каждый мой видеоролик. Это падение. Что? Нет? А как? А наоборот. Ну, хорошо. Сейчас. Каждый мой видеоролик. Это взлет и падение в бездну. Неизведанно. Так, нормально? Нормально сказал, да? Хорошо. И я хочу каждому из вас пожелать. Ничего не бояться. Не бойтесь ошибок. Пробуйте. Делайте. Да, вы не готовы. Но пробуйте и делайте. Я не говорю только о том, чтобы снимать видеоролики на YouTube. Ну, все не могут быть блогерами, операторами, фотографами. Кто-то же должен заниматься медициной, образованием, промышленностью, строить ракеты. Но в любом деле можно добиться совершенства. Можно быть дворником и подметать улицы так, чтобы прохожие смотрели на вас и думали, как круто он подметает улицы. А эти улицы никогда не были такими чистыми. Что это за мотивационный понос? Ну, вот так вот. Я подвожу итоги. Простите. Поэтому, когда вы что-то делаете, неважно, чем вы занимаетесь, вы можете быть самыми лучшими. Да, это будет непросто. Тяжело. Но, если вы хотите расти сами над собой, вы это сделаете, и у вас это получится. И вы станете лучшей версией самого себя. Вот, как сказал, а? Как сказал, круто. Там никого нет. Вот там вот холодильник стоит. И все. И никого нет. Но я знаю, что там тысячи, десятки тысяч, сотни, миллионы людей, ну, когда-нибудь будут там смотреть. На экран. Миллион людей. Не обязательно на меня смотреть. Но смотреть на то, что я придумаю, я сниму для вас. Для себя. И я не успел в этом году сделать и половины того, чего хотел. В том качестве, в том качестве, в котором бы я хотел. Но я очень хочу себе пожелать в 2020 году стать еще лучше. Усовершенствовать свои навыки. Усовершенствовать свою технику, на которую я снимаю. Сейчас в моем арсенале появилось два объектива. Это Sigma Art 24 мм 1.4 и Sony 85 мм 1.8. Подробный обзор на эти объективы выйдет уже в следующем году. Сейчас просто на это нет времени и я не успеваю. Но это впереди. С этого мы начнем. Я верю, что у нас с вами все получится. У вас получатся ваши цели, ваши идеи. И у меня получатся мои поставленные задумки, цели, идеи. Ну что, 2020 год? Жди нас. Это будет эпично.